Доброго дня! С вами Ольга Спиридонова и канал Про Цветок. И сегодня мы с вами поговорим на такую основательную тему, как здоровье наших с вами суставов. Скоро новый дачный сезон начинается, скоро новый травный сезон начинается. Дачникам к своим любимым дачам возвращаться, к кусочкам земли, на которых надо работать, много ходить, наклоняться. К травникам то же самое, к своим заготовкам, к своим травным угодьям. И для всего этого нужно здоровье. Согласитесь, когда болят ноги, или когда болит спина, или когда натруженные руки ноют, так что кружку в руки не взять, хорошего мало. Хотелось бы, чтобы этого не было. Возможно ли это? Возможно. Как я уже неоднократно говорила в своих роликах, здоровье наше это не дешевая вещь. Но если мы хотим, знания о природных методах оздоровления, о травах, упорство, регулярность творят чудеса. И это действительно так. Разумеется, сейчас за 10 минут я вам вряд ли расскажу, как поднять на ноги неходящего, или как полностью избавиться от всех проблем с суставами. Но я могу рассказать вам о том, как это можно начать делать. Итак, что у нас может быть с суставами? Они могут воспалиться, они могут подсохнуть, ввиду того, что суставная жидкость с возрастом, разумеется, она усыхает. В них могут завестись какие-то шлаки. То ли это будут воспалительные какие-то конкременты, то ли это будут соли в суставах. Хорошего мало. Уменьшается подвижность суставов, утренние боли увеличиваются. То есть организму реально трудно, больно, плохо. И нам вместе с ним. Что мы можем с этим сделать? К здоровью суставов надо подходить комплексно. Будь то бывшая травма или просто уже возрастные изменения слизистых в суставе. В первую очередь необходимо отрегулировать питание. Что не любят наши суставы? Наши суставы не любят соли. Наши суставы не любят тяжелую жирную мясную пищу. Пуриновые основания, которые потом будут откладываться в них солями. Наши суставы не любят маринады. Уксусы очень резкие. Наши суставы не любят крашеной, крахмалистой пищи. Все это желательно минимизировать. Наши суставы не любят лишнего веса. Потому что эти 10-20 килограмм, они дают нагрузку именно на суставы ног. Представьте себе, что вам приходится каждый день носить с собой два ведра с водой. Кому хорошо? Разумеется, никому. И суставам в первую очередь. Если мы хотим, чтобы наши суставы поздоровели, в первую очередь давайте сбрасывать вес. Каким образом? Об этом мы будем рассказывать дальше, если у вас будет к этому интерес. А пока о суставах. Итак, мы наладили свое питание. Мы задумались над тем, как убрать лишний вес. Травами, оздоровлением, движениями, какой-то физической нагрузкой несложной. И что дальше? А дальше нам будут помогать травы. Необходимо разобраться, что с суставами, с нашими творится. Если у наших суставов есть такие проблемы, как соль, мы пьем солегонные травы, солевыводящие. Какие это травы? Это хвощ, это корневище пырея, вечная болячка всех дачников. Это корни шиповника, как мы уже рассказывали на нашем канале. Это корни подсолнуха. Можно набрать 6-8 корешков размером с фасолинку, таких кусочков. Выварить их в полулитре воды. И выпить это, например, вот за день. На следующий день сделать себе такую порцию. Можно хорошенечко такой курс прям сделать. Три недельки попить. И первыми признаками того, что у нас соли из организма выходят, будут неприятные ощущения при мочеиспускании. Когда кристаллики соли выходят, могут возникать такие даже легкие болезненные ощущения. Впереди март, березовый сок. В обязательном порядке позвольте себе 2-3 недели попить свежий березовый сок. А если есть возможность, то и законсервировать его. Он очень хорошо выводит соли как из почек, так и из суставов. И повторите этот курс в конце августа, когда вовсю пойдут арбузы и дыни. Они тоже помогают нашим суставам избавиться от солей, а нашему организму от лишнего веса, поскольку обладают противотечным, мочегонным действием. А дыня к тому же помогает очень хорошо похудеть. Итак, что мы сделали? Наладили питание, задумались о том, как снять лишний вес и стали выводить соли из суставов. А если они болят, а если они воспаленные, что делать нам тогда с нашими бедными суставчиками? Тоже помогать им и внутрь, и наружу. Что мы можем делать внутрь? Внутрь мы можем пить противовоспалительные чаи. Трава зверобоя, корень девесила, шалфей, душица, веточки ивы. Причем ивы как какой-то дикой, так и домашней, красивой, которую можно посадить самой с саженцами. Саженцы, кстати, можно приобрести в магазине про цветок. Сажаем иву, и она у нас всегда возле дома. Она очень быстро прирастает, и через 2-3 года у вас будет свое домашнее лекарство от любых болей. От температуры, от головной боли и от суставных болей. Почему? Потому что листочки и кора ивы содержат натуральный природный аспирин. Недаром родовое название ивы саликс. Салициловая кислота, основоположник ацетилсалициловой кислоты, аспирина. И этот живой аспирин будет расти у нас на участке и помогать нам. Итак, девесил, мята, зверобой, веточки ивы. Все это можно собрать и сделать великолепный сбор для облегчения боли в суставах. Именно воспалительные боли, отечные. Это внутрь. А что мы делаем наружу? Наружу мы можем тоже подобрать что-то из того, что я сейчас предложу. В первую очередь это какие-то компрессы. С летом можно насушить больших листочков лопуха. Просто вот так вот целиком засушить листочки и где-то сложить их. Зимой мы берем этот листочек, размачиваем час-другой в кипяточке. Пушистой, мягкой, белой стороной прикладываем к больному суставу, оборачиваем пищевой пленочкой и сверху какой-нибудь тепленький шарфик и ложимся спать. И таким образом 2-3 недели. Утром снимаем этот листочек лопуха и что делаем? Если нам не надо идти на холод, то мы можем растереть, например, настойкой, настойкой, например, из корневищ сабельника, которых очень много растет на болотах Беларуси. А когда сабельник впитается, сверху можно пройтись мазью или мазью маклюра или мазью из корней окопника. И таким нехитрым образом мы пропитаем и уберем отечность, и уберем воспаление, и уберем боль из наших суставов. Это надо делать регулярно, это надо делать постоянно. Если мы это делаем и смотрим, что ой, а на утро-то суставчику и лучше, и бросаем, на самом деле через день-два-три суставчик заболит опять. Это надо делать с курсом. Можно через ночь, можно через две на третью, но не менее 10 процедур. Если сустав при этом еще и отекает, как можно разогнать отечность? Берем и натираем на мелкой терочке обычную луковку. И вот это луковое пюре, ложечку чайную смешиваем с чайной же ложечкой меда, хорошего меда. Все это наносим на льняную салфеточку, накладываем на отекший болящий сустав, сверху опять-таки той же пленочкой пищевой, не туго, и сверху теплым шерстяным шарфиком. Великолепный рассасывающий эффект этого простого народного средства поможет и при воспаленных больных суставах, и при ушибах, если где-то на даче, не дай бог, там стукнулись об лопату, упали, споткнулись, если на коже нет раны, царапин. Иначе, конечно, будет очень печь и щипать. И на утро, разумеется, тоже будет кожа не очень хорошо пахнуть луком, тем не менее ее необходимо обмыть с мылом и растереть тоже настоечкой и добавить какую-нибудь мазь. Эффект будет потрясающий. Что я хочу сказать? Суставы – это то, что болит у нас, когда организм уже хорошо изношен или травмирован. Поэтому думать, что с одной процедуры у нас все пройдет, это нереально. Суставами надо заниматься, как я уже сказала, комплексно и курсом. Итак, повторим, что помогает нашим суставам. Меняем питание. Убираем все продукты, которые суставы зашлаковывают или суставам вредят. Снимаем лишний вес. Выводим из организма и из суставов, в первую очередь, соли. Потом убираем воспаление и местно убираем боль, рассасываем отечность и начинаем делать потихонечку зарядку, суставную зарядку. Их много разных. Если вы теряетесь, не можете подобрать себе что-то, сходите в ближайшую поликлинику, в отделение лечебной физкультуры и попросите специалиста по лечебной физкультуре подобрать вам что-то на ваши больные суставчики. Итак, меняйте свой образ жизни, добавляйте травы, двигайтесь в свое удовольствие и будьте здоровы!